Продолжаем наш разговор. Виталий Тойч Третьяков, человек, которого представлять не надо, звезда на протяжении всех 25 лет нашей постсоветской жизни, на самом деле, начиная ещё с интереснейших событий во время Советского Союза. Сейчас это декан факультета тележурналистики Московского государственного университета, ведущий программы «Что делать» на канале «Культура», «Центральное телевидение», ну и много что ещё. Виталий Тойч, мы очень благодарим вас за приезд в Питер и на наш конгресс. Да, спасибо, Алексей Владимирович. Я благодарю организаторов конгресса за то, что они меня второй раз приглашают участвовать в разговоре столь образованных в сфере экономики этой науки, к которой я отношусь с большим сомнением, о чём сейчас скажу. Да, и вообще у нас есть профессиональный кретинизм, да, как говорят в таких случаях? Да, и особенно в этих исторических зданиях, залах, в которых я никогда до сих пор не выступал. Сегодня впервые в жизни увидел то, что видел только на картинках в учебнике. Мозаику Ломоносова Пётр I лично для себя считаю это большим событием. Теперь о том, что говорилось здесь. Оттолкнусь от этого, хотя тезисы мои были заготовлены заранее. Вот мой друг Руслан Семёнович Горинберг сказал, что вывел некую закономерность относительно там нестабильности или волатильности и числа конференций по экономике. Руслан Семёнович, боюсь, что вы заблуждаетесь, что, дескать, это от того, что людям становится что-то менее ясно, они тревожатся и слетаются на эти замечательные посиделки. Мне это больше напоминает... Руслан Семёнович, ну подними глаза на меня, я прямо к тебе адресуюсь в данном случае. Мне это напоминает... Руслан Семёнович Велик и может делать три дела одновременно. Он разговаривает, читает и слушает. Он записывает мои утверждения. Мне это больше напоминает поход кандидатов экономических наук и докторов экономических наук в советское время на овощебазу. То есть экономика идет своим каким-то путем, а ученых, чтобы они хоть изредка понимали, что такое экономистов, что такое реальная экономика, направить на эту овощебазу, что, как я понимаю, нисколько не сказывалось ни на экономической теории, ни на экономической практике, ни на политике. То есть политика, идеология доминируют над экономикой. Если даже есть такая наука, как экономика, то я совершенно убежден, что приказы отдает политика, а иногда отдельно взятые люди. Это мой первый тезис. Второй тезис, он тоже связан с тем, о чем упомнил Руслан Семёнович Горинберг. Он сказал, что вот скоро там и самолеты будут летать без вообще присутствия пилотов, людей, как сейчас уже машина почти начинает ездить. С одной стороны, это замечательно, но тут меня интересует не то, что это возможно. Понятно уже, что это возможно. Меня интересует, а что будут делать с теми людьми, которые садятся в этот самолет. Среди них есть потенциальные пьяницы, хулиганы, которые дебоширят. Их будут колоть перед рейсом, чтобы они не дебоширили. И второе в этом смысле, а если авиадиспетчеры захотят устроить от скуки, ну когда всё летает, всё нормально садится, вовремя воздушный бой. Среди авиадиспетчеров тоже же могут быть люди, которым надоела такая скучная жизнь, которая подвлекает современное экономическое развитие. То есть я всё к тому же, что политика или психология, идея, они выше. Я абсолютно уверен, что все беды нашего сегодняшнего экономического положения, они идут от политики, а не от отсутствия какой-либо теории. Я утверждаю, что в экономике нужно менять всё. Заведения, девочек, мальчиков, ну и вообще всё. Но только не на нашем конгрессе, да? Нет, безусловно. Ну так у вас и власти нет пока, что же... Поэтому у нас и такой интересный конгресс. Ни один экономист мира, ни один нобелевский лауреат, ни один академик экономики, а у меня много их просто как друзей и знакомых, не объяснит мне, почему такая богатая страна, как Россия, имеет такую плохую экономику, во всяком случае все об этом говорят. Никаких объективных обстоятельств для этого я не вижу. Я, по-моему, говорил и в прошлом году выступал, приводил этот пример, но настаиваю на нём. Рывок экономический сделать возможный. Это многократно доказано в истории нашей страны, в том числе совсем недавней истории. В частности, это индустриализация и научная, кстати, революция того периода и 20-х, в общем 30-х годов в нашей стране прошлого века. Тут всегда следует аргумент, ну это ГУЛАГ там строили, заключённые, рабы, рабы в ГУЛАГе строили фундаменты, ямы для фундаментов и бетоновых стены строили. Но проекты, но идеи, но разработку продукции делали отнюдь не рабы, они не могли в принципе это сделать. Я к тому, что это возможно и это зависит от политики и от политиков. Виталий Тойч, для москвичей время идёт так же, как для питерцев, у вас одна минута. Это я всё помню, это я всё помню. Это я просто отыгрываюсь, он обычно мне машет, когда я выступаю, на что делать, чтобы я закачивал. Вот теперь я отыгрываюсь на Виталии Тойча. Итак, лучше ли сейчас ситуация для экономического рывка, прогресса настоящего, не будем брать какое его содержание, допустим, что то, которое здесь предлагалось, чем в конце гражданской войны в России в начале XX века. Но очевидно, что лучше, но очевидно, что не хуже. Почему у нас какое-то отставание гигантское, которое мы якобы не можем преодолеть? Путин пришёл к власти в России в 1999 году, и в той же самой России уже через, не то что через несколько месяцев, а просто в момент, когда он пришёл, через несколько недель ситуация в Чечне стала, с войной в Чечне стала меняться. Я всё к тому же. Нужно менять правительство, но поскольку в данном зале его никто поменять не может, то нужно делать нечто, чтобы подталкивать к этому процессу, и чтобы альтернативы были прорисованы в сознании общества более отчётливо. Как? Каким образом? Вот Алексей Владимирович говорит, вот ещё одна идея, ещё одна идея, ещё одна идея. А Руслан Семёнович призывает идти на выборы. Уверяю вас, от того, что вы пойдёте на выборы и проголосуете определённым образом, ничего в экономике не изменится. Во всяком случае, на этих выборах можете ходить, можете не ходить, изменений не будет. Однако нужно действовать через средства массовой информации. А средства массовой информации любят тайны, интриги, козни и персонажи, которые этим занимаются. Поэтому нужно сформировать теневое правительство экономическое, во главе с теневым премьер-министром, полный состав, распределить функции, возможно, новый состав министерств, запустить это в средства массовой информации, желательно как утечку с данного Конгресса, как секретный документ. И тогда к этим людям побегут журналисты. И всё начнёт раскручиваться, идея начнёт рекламировать сама себя. Я низко окрубляю, но суть правильная. Виталий Тойч, на этой фантасмагорической идее, которая, по-моему, сейчас обладает средствами массовой информации, у меня просьба, вот 30 секунд, хорошо? Да, 30 секунд. У меня два последних тезиса. Первый. Совершенно очевидно, что создавать экономику знаний, хотя я с сомнением отношусь к тому, что экономика знаний возникла только сегодня, но тем не менее, все об этом говорят. Создавать экономику знаний, одновременно создав конвейер по отправке людей, которые обладают этими знаниями на Запад, это либо провокация, либо предательство, либо идиотизм. Болонская система и вся реформа образования создали такой конвейер специально или случайно, я не знаю, но меня поражает, что с выводом незаконным денег у нас борются, хотя это чаще всего просто бумажки какие-то, а с незаконным выводом фактически из страны мозгов никто не только не боится, говорят, что это хорошо, потому что мир там у нас такой открытый. И последнее. Об экономике. Тот, кто создаст нового человека, тот и будет властвовать в этом мире. Давайте на этой оптимистической ноте закончим, пожалуйста. Да, будет ли это биоробот, или будет ли это в этой плоти, но с определенными мозгами человек, как потребитель. Поэтому вот здесь нужно всем нашим общественным наукам наносить главный удар и создавать этого человека. Спасибо. Большое спасибо.